Девушки отдыхают И он весь юбилей держался в зору, говорит, не отходи, мне надо сказать тебе что-то очень важное, очень важно. Ты им скажи, что очень важна культура паса. Будет культура паса, будет культурная игра, и болельщик будет себя вести культурно. Девушки отдыхают Болельщики, конечно, сейчас становятся немножко требовательными. Но они всегда требовательны, прости. Ну и уже в принципе не верят в чудо. А я верю. Это момент. О-о-о-о! Это случай. Побезло. Как нужно выиграть чемпионат мира? Что нужно для этого? Влад, давай. Нужно для этого. Пацаны, ну давайте заберитесь. Я не знаю, нужно пройтись. Ну как-то вот так, очень коротко. Давайте заберитесь, какое я сделаю. Я в Калининграде, в старинном Хёнигсберге. Это уникальный, очень красивый город, не похожий ни на один в нашей стране. Но самое главное, очень скоро здесь пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Я настолько люблю Хёнигсберг, что умру именно в нём. Эммануил Кант. Я только думаю, он это говорил. Эммануил Кант, который проживал в этом городе, вообще ни разу в жизни его не покидал. Он говорил, здесь есть всё, что мне нужно для счастья. Ну что, друзья мои, за мной. Я покажу вам Калининград. Поехали! Калининград. Город на побережье Балтийского моря. С невероятно красивым и величественным Кёнигсбергским собором. Уютными камерами, с каналами, парками и набережными, фонтанами и мостами. И старинными зданиями в немецком стиле. Город органной музыки, янтаря и моря. Совсем скоро чемпионат мира по футболу 2018 дополнит летопись спортивных достижений Калининграда. Ведь именно здесь был основан и старейший парусный клуб, и одна из сильнейших грибных школ. А еще здесь на уровне синхронное плавание и легкое атлетико. Балтийское море диктует свои правила. Сине-белые морские цвета присвоены главному футбольному клубу города Балтия. Для меня Калининград, а в частности Пеллау, это колыбель моего детства. Пеллау – это Балтийский. Знаменитый кафедральный собор на острове Канта – визитная карточка Калининграда. Если ваша цель не только футбол, то именно здесь можно прекрасно провести время и зарядиться особой энергией. На стадионе она пригодится. Все, кто приезжает в Калининград, первым делом идут сюда, в кафедральный собор. Потому что здесь, на острове, такое доточение жизни. И вокруг, особенно когда хорошая погода летом, здесь много событий проходит. Ну, конечно же, концерты в соборе. Здесь и больные команды иногда бывают, заходят послушать органы. Другие спортсмены, так что все наши здесь, на острове. Собор внутри невероятно красивый. Со старинными витражами, скульптурами, двумя органами и винтовыми лестницами. Производит сильное впечатление. Особенно, когда здесь звучит музыка. Это могила Эммануила Канта. Этот простой приват-доцент как-то раз вдруг понял о жизни что-то самое главное. И прославил этот город, как не прославил его ни один правитель, военный начальник или богатый купец. Я всем советую прийти сюда и подумать о вечном. И, может быть, задать Эммануилу свои главные вопросы. Философ великий, его мысли живут и витают среди калининградцев. Ну, я думаю, что мысли Канта забредут в головы приезжим к нашим. Я впервые в Калининграде. Друзья меня предупредили, что у этого города практически нет недостатков. Кроме одного. Гостиницу нужно бронировать заранее. И я это сделал. А теперь отправляюсь на стадион. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собираясь в далекую поездку, всегда необходимо позаботиться о ее безопасности. В нашем случае выбор полнонадежной шины Виаки, которые позволили сделать наши 0-километровые поездки не только безопасными, но и максимально комфортными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знакомьтесь, это Калининград Стадиум. Здесь пройдет 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Вообще, калининградцы, конечно, счастливые люди, потому что получат в пользование, да нет, даже в подарок этот чудесный стадион. Рядом протекает река Приголя, поэтому здесь будут причалы, парки, очень симпатичная набережная. И потом надо не забывать, что Калининград – это город фестивалей. Скоро здесь, на этом стадионе, лучшие люди мирового футбола. Я так понимаю, что стадион практически готов, да? Общая готовность 85%, поэтому можно сказать, что да, практически готов. То есть он настолько готов, что я вижу, вот там уже начинают устанавливать кресла? Кресла будут трех цветов, бело-сине-голубые. Здесь будет помещение ресторана. А вот там, я так понимаю, вот это ярус, застекленные ложи? Это все ложи, скайбоксы, всего их 41 штук на стадионе, поэтому для всех категорий лиц это будет очень удобный стадион. Два табло, да? Вот одно уже стоит. Да. Одно табло стоит, а второе будет установлен, да? Здесь нет практически вообще мертвых зон. Этим стадион отличается. Это отметили в том числе представители FIFA, которые сказали, что здесь очень удобный просмотр. И поле живое видно, и всем очень будет интересно. Да. Мы хотели получить здесь эффект театра. Когда зрители приходят на стадион, они приходят не просто на спортивный матч, они приходят в театр посмотреть это шоу. И это будет очень удобно. Мы предполагаем, что на этом стадионе после чемпионата мира замечательная, симпатичная команда «Балтика» будет проводить свои матчи, да? Здесь только одна команда. И поэтому ей сам Бог велел играть здесь. Все вспоминают до сих пор, когда-то «Балтика» сыграла со «Спартаком» и даже выиграла. Один раз. И об этом вспоминают до сих пор, хотя «Балтика» уже больше десяти. И лет не выступает лучшим дивизором. «Спартак» тоже вспоминает? «Спартак» забыл. Нет, нет, «Спартак» тоже вспоминает. Вот помнится было «Балтика» на «Слупаселах». Были такие времена. 30 тысяч будет в стадионе. То есть может быть такое, что вот на этом новом стадионе «Балтик» соберет там что-то? Это свет на зависть. Как будем выступать, как будем играть. Есть вообще вот ощущение, что такое произойти может? Ощущение есть. Знаю, как здесь болеют за команду. Когда еще команда была в премьер-лиге. Полный стадион. Этот стадион даже не хватало. Когда я жил в Калининградской области, в городе Балтийске, я болел за «Балтику». Как только закончил школу и поехал в Санкт-Петербург, поступил туда, там «Зенит». И однажды я попал на стадион «Петровский» на матч «Балтика-Зенит». Я, наверное, единственный со всего стадиона, кто радовался, что была ничья. И выйдя с этого матча, я единственный довольный человек. И я понял, что я буду болеть просто за футбол, не буду придерживаться никакой команды. За красивый, качественный футбол. Вы будете на нем выигрывать? Лигу чемпионов? Если разрешат играть, понятно. Да? Да. То есть, высший дивизион, Лига чемпионов, то есть «Балтика» готова к этим совершениям? «Балтика» ко всему готова. Команда очень неплохо укрепилась с хорошими игроками, применительно к первому дивизиону. Поэтому есть определенный оптимизм, которого не было. Моил Кант, которого я очень часто здесь вспоминаю, никогда не играл в футбол. Более того, он никогда в жизни не ударил по футбольному мячу. Да, впрочем, когда он жил, футбола-то и вовсе не было. Но зато он, глядя через века, предсказал многие атрибуты современного футбола. Вот послушайте, что он сказал о футбольных болельщиках. «Человек, — сказал он, — имеет склонность общаться, общаться себе подобно. Ибо в таком состоянии он больше всего чувствует себя человеком. Хотя, если честно, болельщики иногда бывают в таком состоянии, что они вообще ничего не чувствуют. Поистине, футбол — это больше, чем игра. Футбол — это философия. У меня муж большой фанат вообще футбола. И поэтому, конечно, смотрю, болею. За сборную России болею всегда. Плюс, конечно же, болею за родную Балтику. Вот так вот? Да. На футбол будете ходить? На новом стадионе были уже? Была и не раз. Работа идет, стадион строится. На футбол пойдете? Пойду обязательно. На все четыре матча? Я думаю, да. Или вы на два, а муж на все четыре? Ну, муж-то точно на все четыре. Всем порекомендую, тем более, что будет лет, обязательно посетить наше Балтийское побережье. Да, у нас оно замечательно. Это и города Приморские, Пионерск, Светлогорск, Зеленоградск, Интарный, Курская коса обязательно. Там шикарные пляжи, шикарные песчаные пляжи. Конечно, ну, море у нас может быть не такое теплое, как черное, да. Но, тем не менее, для особо закаленных болельщиков, я думаю, что будет большим удовольствием окунуться в наше черное море. Балтийское море. Господи, почему оно не черное? Наше Балтийское. Светлое, бенное море. 30 минут на машине от Калининграда, и вы на роскошных пляжах Балтики. Сюда приезжают, чтобы подышать целебным воздухом, прогуляться вдоль моря, посидеть в ресторане и даже поплавать в море, закаляющим тело и дух. Суровая Балтийская закалка для фанатов. Это любимое место артистов и музыкантов. Они давно облюбовали Балтийский берег для фестивалей и концертов. Светская жизнь здесь бьет ключом. Настоящая мечта отдыхающего. Кто не умеет сдерживать свои фантазии – фантазер. У кого фантазия необузданная – энтузиаст. А у кого фантазия абсолютно беспорядочная – тот мечтатель. И Мануил Кант о победе сборной России на чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Уникальные космические пейзажи Курской косы, сосновые рощи и песчаные дюны. По своей протяженности и красоте ландшафтов богатства природы Курская коса не имеет себе равных. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и престоводный Курский залив. Если между грандиозными баталиями лучших футболистов планеты Земля вы захотите тишины, покоя, чистого моря – вам сюда. Национальный парк Курская коса – главная жемчужина Балтийского побережья. Вы увидите Южную тайгу, уникальный танцующий лес. А еще Курская коса – это белоснежные пляжи, на которых каждый сможет найти солнечный камень – янтарь. Можете съездить к Балтийскому морю, набрать янтаря, которым щедро делится Балтийское море. Полчаса езды от Калининграда – и вы в городе Светлогорске. Великолепное место, посмотрите, какой шикарный пляж. Люди купаются! Немножко прохладно, но, в общем, это их не останавливает. Говорят, что прямо здесь, под ногами, можно найти кусочки янтаря. Попробуем! В общем, кто отсюда без янтаря не уедет. А я пойду искать дальше. Мне-то повезло. А вы, если вдруг ничего не найдете на пляже, не расстраивайтесь, а езжайте в музей янтаря. Не прогадайте. Лечение живых существ в янтарь называется инклюзом. Сейчас я наблюдаю застывшее в янтаре роение грибных комариков и мух из зеленушек. Представляете, 50 миллионов лет назад мировые существа собирались в большие компании, чтобы весело и радостно провести время. Вот и в наши дни болельщики также весело и радостно роятся вокруг стадионов. Воистину, эволюция не властна над футболом. Галининград – это прежде всего море. И именно здесь находится уникальный на всю страну музей мирового океана. Более 10 тысяч квадратных метров экспозиции. Здесь есть все – самолеты, корабли, подводный лодок. Сюда нужно обязательно привезти детей. Здесь будет очень интересно. В Галининграде есть море. В Галининграде есть прекрасные памятники. Ведь музей мирового океана – это не только крамки. Это Королевские ворота и это Фредеризбургские ворота. Эти объекты являются объектами наследия, культурного наследия являются объектами музея мирового океана, где мы рассказываем об истории нашего любимого города. У этого города удивительная история. Вообще, очень удивительный город. Такой необыкновенный, с прекрасным климатом, погодой, со своими памятниками. Ну и наконец, музей мирового океана. Светлана Геннадьевна, почему болельщик футбольный должен прийти сюда, в музей? Ну, потому что это вообще уникальный музей в России, не только в России, в мире. Потому что здесь такая набережная исторического флота, у которой асфартованы пять огромных кораблей, самых разных. Подводная лодка, научно-исследовательское судно «Витя», средний рыбалонный травля, совсем недавно пришел плавмаяк «Рыбенский», судно космической связи. Ни у кого такого нет в мире, только здесь. А кроме того, вы понимаете, что болельщик в шаговой доступности от нас? Через мостик, через остров Канта он приходит в музей сюда. Да и музей, который не чушь спорту. Я думаю, что лучше показывать все-таки подводный аппарат МИЛ. Футболистам. Футболистам для того, чтобы у них воспитывался инстинкт победителя, что наши футболисты должны быть лучшими, такими, как наши гидронавты, которые погружаются на эти 6 тысяч метров и следуют глубины мирового океана. Это же гордость России. Страшная. Гордость страны. 6 тысяч метров. Вот он погружается. Да, этот аппарат. Но еще можно, например, вот этот аппарат показать. Это подарок Джеймса Кэмерона. Того самого? Того самого, потому что это друг нашего музея. Джеймс Кэмерон подарил нам аппарат Дипси Челленджер. В нем находится вот такая ботисфера, в которой находится человек. Ширина, диаметр этой ботисферы всего 90 сантиметров. Джеймс Кэмерон метр девяносто. Здоровый. Здоровый. Да. Он веган, он занимается спортом, он занимается йогой. Да. Он смог скрутиться, сесть вот в эту ботисферу и погрузиться в ту самую Марианскую впадину. Да вы что? Да, которая измерена нашим научно-исследовательским судном Витис. Вот вы видите на борту 11.0.22. Да. Это глубина, максимальная глубина мирового океана. Именно она измерена была вот этим легендарным научно-исследовательским судном Витис. Слушайте, как интересно. Куда надо обязательно прийти? Я, болельщик, вынужден болеть, конечно, потому что нельзя не разговаривать с внуком и нельзя воспитывать внука, если ты совсем не в курсе. Конечно, я не так хорошо разбираюсь в футболе, как мой внук. Какая любимая команда? Ну, я очень стараюсь. Ну, какая любимая команда? Вы хотите сказать, чтобы я сказала «Балтика»? Да нет же. О, как? Ну, потому что пока я еще только пытаюсь ее любить, пока мы только страдаем с «Балтикой» и надеемся, что когда-нибудь мы будем все вместе любить команду «Балтика». Я никогда в жизни не видел таких спортивных, любящих футбол, таких, я не знаю, относящихся с любовью к спорту директоров музея. Ну, а как же? Посмотрите, это же море, океан, а океан любит сильных. И поэтому, конечно, это должны быть сильные спортивные люди. Поэтому спорт – это все. Спорт – это мир. Восторг! Можно прийти с семьями, куда им пойти, куда им отправиться здесь, в Калининграде? Мое любимое место – это зоопарк. Один из старейших зоопарков Европы, действительно очень красивый. И его огромное отличие от остальных зоопарков, в которых я была в России, например, это то, что это действительно парковая зона, и там приятно и погулять, и посидеть в кафе, и детишкам радость. Калининградский зоопарк – один из самых старых и больших зоопарков в России. Был основан еще в 1896 году Германом Классом. Он много пережил, был восстановлен, и теперь это любимое место отдыха калининградцев. Такой городской заповедник с редкими животными в открытых вольерах, дендропарком и зонами отдыха. Он огромный. Здесь можно провести с семьей целый день, разглядывая и фотографируя животных. Пока я гулял по зоопарку, я представлял себе животных на футбольном поле. Слон, конечно, на воротах. Страус реализует стандарты. Зубр, нападающий таранного типа жираф, играет головой. По флангу мечется, конечно же, зебра в защите грозный индюк. Но самый главный футбольный зверь – это, конечно, волк-забивака. Он меня узнал и вышел позировать. Так что даже в зоопарке ждут чемпионат мира по футболу. Был в зоопарке. Уговорил меня ходить очень понравилось в зоопарке. Первый раз в жизни в зоопарке был? В Калининграде. СМЕХ Шутка была, что? В Калининграде славится рыбой. У нас очень вкусная, поэтому любители морепродуктов милости просим. Всего мира? Конечно. Кто еще рыболов, то знайте, здесь хороший рыбалка. Правильно, хороший рыбалка? Совершенно верно. Хороший рыбалка. Даже вот здесь по весне у нас ловят великолепную рыбу. И самов, и судаков, и лещей. Слушай, ну вот, вот дополнительно. Прямо отсюда. Тем, кто любит, да? Вот если болельщик приедет, чтобы их в то же время половить рыбу, что брать? Ну что брать? Ну что? Мы все прекрасно знаем. Это брать обязательно. Это понятно. Это понятно. Для гостей города специальный пивной маршрут чемпионата мира. Вот-вот с этого места поподробнее. Будет специальная карта, где будет обозначено, где можно пройти и продегустировать различные сорта пива в нашем городе. А их здесь, наверное, достаточно много. Достаточно. Здесь много своих пивоварен. Ну и если любители там попробуют пиво из других регионов, то уже какая-то возможность будет предоставлена. Мы же делаем все для болельщиков. Чтобы болельщик просто стремился сюда к вам. Чтобы он шел пешком откуда-нибудь из Венгрии. Что надо обязательно попробовать в Тренинграде? Без чего отсюда нельзя уехать? Ну, безусловно, конечно, без Кёнигсбергских хлопцев отсюда уехать будет невозможно. Кёнигсбергские хлопцы. Клопцы. Клопцы. Что это? Хлеб, мясо, рыба. Это мясо. Это мясо. Сказали пробовать кёнигсбергские хлопцы. Буду пробовать хлопцы. Под белым грибным соусом. Ну, честно говоря, не удержался. Заказал еще рульку, колбаски, вот эту тушеную квашеную капустку. Очень настоящую нашу фанатскую еду. Ну, что, снимаем пробу с Клопсов? Ну, что скажем? Очень вкусно. Такая оригинальная мясная тефтеля. Еще раз подчеркну. Пампелы грибным соусом. Перфект. Свеколка. Божественная. Капустка. Есть. Можно проглотить. Колбаска. Удастся фантастично. Могу вам сказать точно. И здесь настоящий палич. Не останется голодным. Ну, и запьет тем, чем положит. Я побывал в прекрасном Калининграде и он мне очень понравился. Я уверен, что каждый, кто сюда хоть раз приезжал, хочет сюда вернуться. Это, знаете, это как с футболом. Один раз ходил на матч и будешь ходить всю жизнь. Вот. Кладу монетку. Чтобы вернуться в Калининград. Все в Калининград. Все на футбол. Все на матч. Приглашаю всех болельщиков на чемпионат мира по футболу. FIFA 2018. Калининград. Мы ждем вас здесь от всей души. Добро пожаловать к нам в Калининград. Субтитры создавал DimaTorzok